Советский Союз начал разработку средств комплексной защиты пехоты или будущих бронежилетов в конце 30-х годов. В 1938 году для испытаний в Красную Армию поставили партию стальных стрелковых щитов, получивших индекс СН-38. Они состояли из пяти пластин толщиной 2,5 мм, весили 5 кг. Но СН-38 оказались тяжелыми, неудобными, существенно снижали мобильность солдат, не обеспечивали достаточный уровень защиты. Еще один минус разработки – сложность конструкции. После неудачного дебюта в войне с Финляндией СН-38 вернули на склады в Ленинградской области. К началу 1939 года изготовили ограниченную серию броневой защиты для пехоты с индексом СН-39. За основу, при разработке этой модели – советские. Специалисты взяли немецкие панцири образца 1916 года. Новый вариант состоял из полукерасы, защищающей корпус, пластины, прикрывающей пах и наплечника. Испытания СН-39 показали его недостаточное соответствие требованиям военных. Из-за этого не было запущено массовое производство панцирей. В 1940 году ленинградские специалисты разработали стальной нагрудник СН-40. Толщину металлических пластин довели до 5,2 мм. Опытную партию выпустили в 1941 году. Уже осенью новой индивидуальной броней ограниченно укомплектовали части Западного фронта. Но использование в условиях реальных боевых действий показало низкую эффективность модели. СН-40К испытывали и летчики, но результат получили отрицательный. В 1941 году к разработке стальных панцирей подключилась лаборатория Института металлов. Результатом стало появление прототипа бронежилета СН-42 или СН-2. Создатели учли уже имеющийся опыт, улучшили конструкцию СН-40К, что сделало его более удобным. СН-42 состоял из двух стальных пластин, положение которых регулировалось кожаными ремнями. Область правого плеча не была прикрыта для удобного упора приклада стрелкового оружия. СН-42 имел мягкую тканевую положку. Это повышало комфорт использования. Но часто солдаты надевали панцирь поверх ватника или шинели для дополнительной амортизации. Участники боев вспоминали, что попадание пуль в броню приводило к сильным ударам, которые могли свалить солдата или офицера. Параллельно в Ленинграде разработали панцирь ПЗИФ, состоящий из пяти пластин. Но он массово не поступал в войска. Несмотря на толщину стали 3 мм, она оказалась менее эффективна, чем СН-42. Минусом стал и больше вес, что снижало комфорт использования. Всего изготовили 10 тысяч. ПЗИФ. Произвести больше не позволила острая нехватка энергоносителей в блокадном городе. Выпускать ПЗИФ официально прекратили в начале 1944 года. СН-42 защищал грудную клетку и область паха. Изготавливался из стали 36 СГН. На то время новая броневая марка весил 3,5 кг. Был вариант массой 7 кг, но он использовался ограниченно. Толщина пластин варьировалась от 1,8 до 2,2 мм. Этого было. Достаточно для защиты от осколков гранат и пуль калибра 9 мм в ближнем бою. После испытаний броневой панцирь рекомендовали направить в десантные войска. По воспоминаниям участников боев, немецкие пистолеты-пулеметы не пробивали пластины СН-42 даже при стрельбе почти в упор. Но винтовочный патрон 7,92 без проблем преодолевал защиту с расстояния более 150 метров. Необходимость индивидуальной защиты солдат подтвердили уличные бои в Сталинграде на рубеже 1942-1943 годов. Поэтому в 1943 году Красная Армия получила 100 тысяч. СН-42. Им комплектовались штурмовые отряды, которые принимали участие в операции «Кольцо», уничтожали в Сталинграде окруженные части 6-й полевой армии «Вермахта». Комплектовали СН-42 и саперные подразделения, находящиеся на острее атаки на укрепленные позиции противника. Броня снижала боевые потери пехоты, о чем пишут в воспоминаниях участники боевых действий. Солдаты часто использовали нагрудную пластину, как щит, который втыкали в землю. При этом СН-42 создавал серьезные проблемы, если нужно было ползти по-пластунски. Солдаты называли его раком, а части, которые использовали броню, панцирной пехотой. Пик использования СН-2 пришелся на 1944 и 1945 год. Он широко применялся советскими войсками, штурмующими города, которые немцы превратили в хорошо укрепленные крепости, такие как Кенигсберг, Бреслау. В боях на завершающем этапе войны проявились недостатки СН-42. Панцирь не позволял штурмовым отрядам скрытно подбираться к укреплениям немцев, не защищал спину бойцов от осколков и пуль. Еще одна проблема неудобства транспортировки, особенно в условиях активного продвижения армии. С появлением в немецких войсках штурмовых винтовок Sturmgewehr 44 и Volksturmgewehr под патрон калибром 7,92 мм эффективность СН-42 существенно снизилась. Поэтому после завершения Великой Отечественной войны панцирь улучшили. В 1946 году на вооружение приняли СН-46. Эта версия бронированного панциря стала более гибкой, благодаря разделению нагрудной пластины на три части. Но использовалась она в основном подразделениями разведки генштаба.